Синий Кит Могут быть индивидуальные, могут быть групповые, интеллектуальные, развивающиеся, спортивные и так далее Но, к большому сожалению, существуют и такие игры, которые относятся к группе опасных игр Название той игры, которая была вами озвучена, Синий Кит, оно именно и является одной из этих игр И почему? Что является целью тех кураторов, которые создают такие игры? Огромной проблемой является то, что игрок в конечном итоге нанес себе определенный вред Либо себе, либо какому-нибудь другому человеку К большому сожалению, часто происходит так, что именно этот вред и ущерб, который наносят себе, приводят к смертельному исходу Вообще, с какой целью создаются подобные игры? И как на тройде можно считать людей психически здоровыми, равновешенными, которые вообще создают такие игры и обеспечивают их стабильную работу? Ну, естественно, те люди, которые создают данные игры, их невозможно назвать психически уравновешенными Почему? Потому что эти люди целенаправленно создают эти игры для того, чтобы погасить психическую уравновешенность молодежи Почему? Те игры, которые создают, они именно так и называются, что это опасные игры для подростков Вообще, какой барьер возрастной намечается? Это в основном от 13 до 17 до 18 лет Именно в этом возрасте дети более психически уязвимы И вот, естественно, те люди, которые делают так, чтобы подавить психическое здоровье детей, нанести им вред В конце концов сделать так, чтобы эти дети поступили очень плохо с собой или, допустим, с каким-то другим человеком Естественно, это неправильно И это как меньшее, можно сказать, что очень сильно влияет не только на самого ребенка, но и на общество И на тех людей, которые вообще слышат об этих новостях И это первое И второе Что еще является для них? Поскольку те люди, которые создают эти игры, насколько нам известно И поскольку эта тема уже не раз висит, скажем так И эти темы обсуждают и в школах, и в других местах Проводятся, я знаю, различные тренинги, дискуссии на эту тему Но мне кажется, что самое главное нужно отметить то, что для детей всегда очень важно преподнести правильно эту информацию Почему? Потому что двумя явными минусами игры является то, что первое, что у детей появляется определенный азарт И второе, это интерес Почему? Потому что как только дети слышат, что есть что-то запрещенное Естественно, у них сразу задается вопрос, а почему нам это запретили? И вот, вы знаете, я бы хотела посоветовать всем тем людям, которые проводят дискуссии на данные темы Чтобы они правильно подбирали данные тексты Почему? Потому что когда мы говорим, что это запрещено У ребенка сразу автоматически появляется вопрос А почему? А почему это запрещено? А может мы посмотрим? А может мы проверим? А мы сможем это сделать? А может мы не сможем это сделать? И дальше уже вот это понятие переходит в интерес Естественно, у ребенка появляется интерес Он с кем-то делится, у кого-то спрашивает Кто-то может играет в эти игры, кто-то может нет Насколько я знаю, там что-то происходит поэтапно Вот что-то в этом роде А ты прошел этот этап, а ты не прошел И вот понимаете, это настолько тонкая грань, что нужно всегда это отмечать Чтобы дети были в безопасности Для начала я бы посоветовала сделать так Понять определенную статистику Насколько дети информированы в данной этой проблеме Насколько они понимают, что представляют из себя эти определенные опасные игры Понять методом наблюдения, насколько дети информированы вообще в этом плане И второе, самый минус является то, что все эти запрещенные проблемы Они, к большому сожалению, всегда будут въять, как говорится, в воздухе Почему? Потому что постоянно будут на эту тему различные дискуссии, вопросы И третье, мне кажется, к этому относится еще то, что нужно всегда иметь связь с родителями Особенно для педагогов Почему? Потому что ребенок в основном находится дома И только в основном родитель может заметить, как он себя чувствует, как он себя ведет То есть, если, допустим, педагог он видит И даже педагог может заметить, что ребенок проявляет уже не тот характер У него совсем другое поведение Естественно, он должен быть всегда на связи с родителем Для того, чтобы понять, ребенок ведет себя так именно в классе Или он ведет себя так, так же еще и дома И что происходит вообще с ребенком в общем плане Какие дети находятся вообще в зоне риска? Вот кто чаще всего поддается всему этому и подвержен влиянию? Вот со стороны, наверное, создателей этих эго В зоне риска может оказаться абсолютно любой ребенок Если, допустим, ребенок прекрасно учится У него прекрасная учебная активность Он занимается там спортом или ходит на какие-то кружки Это не значит, что у ребенка не может произойти такой переломный момент И он не узнает о какой-то игре И что не может начать эту игру Естественно, любой ребенок может попасть под эту зону риска Потому что ребенок может узнать об этой игре Или ему может рассказать его друг, знакомый Естественно, происходит особенный какой-то интерес Но в основном, как правило, психологи-специалисты Они выделяют более тех детей, которые относятся к замкнутому поведению Почему? Потому что эти дети, они и так уже намечены тем поведением Что они замкнуты, они в основном не общаются Им всегда удобно, когда они находятся в одиночестве И вот, к большому сожалению, эти дети более могут примкнуть к этой игре Почему? Потому что в основном замкнутые дети, они отвыкли от общества Они не хотят общения, им необходимо виртуальное пространство Они хотят играть, они хотят находиться там И вот именно для этих детей в основном слабая точка Хотя я еще раз повторяю, что в зоне риска может оказаться любой ребенок Как родители могут понять, что их ребенок может быть участником вот этих смертельных игр? И вообще существуют ли какие-то психологические зависимости? Наверняка они существуют, судя по тому, как дети продаются этому И следуют всем правилам игры, которые там предусмотрены На этот случай я советую родителям начать с метода наблюдения Почему? Потому что, к большому сожалению, сейчас идет так жизненная рутина Скажем так, что многие родители работают У них, к сожалению, нет времени постоянно контролировать как-то своих детей Многие доверяют своим детям То есть они понимают, что если их дети заняты Они учатся, ходят на какие-то кружки На спортивные, на учебные, неважно Но все равно нужно начинать с метода наблюдения Почему? Первое, что должен заметить родитель Отрекается ли ребенок от общего пространства То есть если ваш ребенок в последнее время хочет остаться одному Это может начать даже с простого обеда или завтрака Когда ребенок просто не хочет с вами посидеть, допустим, поесть Или, допустим, когда вся семья может сесть, посмотреть телевизор И ребенок постоянно пытается выйти в другую комнату Он постоянно пытается находиться одному И вот это вот А первое, на что должны обратить родители внимание То, что ребенок начал избежать к одиночеству Дальше, почему? Почему это происходит? Те дети, к сожалению, которые начали играть в эту игру И, насколько мы знаем, и это уже известно Те люди, которые создают эти игры У них есть специальные кураторы То есть это основывается на том, что дети начинают общаться с другими людьми А они в свое время тоже являются какими-то определенными психологами Исходя из своей игры Они просят детей рассказать о их жизни Они им с ними делятся То есть получается так, что свое общение с родителями Дети переносят на общение с незнакомыми людьми А это для них является дополнительной информацией То есть эти люди понимают, когда больно ребенку Что ему не нравится, что ему нравится И они зацепляются за эту информацию И потом уже в дальнейшем используют против их же самих И вот родителям, во-первых, нужно отметить одиночество Когда ребенок начинает останяться от них Уходить подальше Вот тогда это уже первый признак Второе – это агрессивность Почему? Потому что дети, которые привыкли играть в игру В эти опасные игры Они сразу же становятся агрессивными Почему? Потому что эти люди, как их называют кураторами Они, естественно, не говорят им ничего хорошего Они говорят все плохое Они говорят им плохие советы Они говорят о том, что их никто не любит И то, что тут жизнь в этой игре – это жизнь прекрасная И вот это вот все Ребенок, почему я сказала, что именно тот возраст 13 до 17 лет Этот возраст уязвимый У детей тогда слишком уязвимая психика И они начинают доверять тем людям Которые о них абсолютно не знают Они просто слышат их голос И для них этот посторонний человек становится родным человеком И когда у ребенка появляется сразу же какая-то определенная агрессивность Когда появляется определенное непослушание Вот эти вот два признака То, что есть одиночество и агрессивность Это уже должно насторожить родителя на то Что у ребенка есть какие-то определенные психологические проблемы И что он, возможно, уже начал играть в эти опасные игры Что должны делать родители, если они уже понимают Что их ребенок выиграет Может быть, какие-то службы обращаться К психологу Есть существа, какой-нибудь горячий номер у нас В районе Угарьском или вообще в Абхазии Что я могу сказать о специалистах Что да, вот я психолог Естественно, если я замечаю И будут такие проблемы Я всегда могу, естественно, проконсультировать родителя В этом направлении И даже если... Тут даже, знаете, речь идет не только об опасных играх Даже есть простые игры, в которые дети постоянно играют И они уже настолько вносятся в эту игру И у них появляется настолько сильная зависимость Что родители уже не знают, в конце концов, что делать И, естественно, обращаются ко мне Теперь, что делать родителям Когда, если в случае, если они заметят, что их дети уже в игре Первый совет мой Это вынести эмоциональный контакт наружу Со своими детьми Почему? К сожалению, я для начала обращусь к тем родителям Которые в силу своего времени Не могут предоставить большого количества времени Своим детьми Если они никогда у них не спрашивали Допустим, как у тебя дела Как прошел сегодняшний день А что сегодня произошло в школе Допустим, или на кружках, или на спорте То есть, если вы никогда не задавали эти вопросы своим детям И вы раз, и что-то у них спросят И, естественно, дети поймут, что в этом есть какой-то определенный подмог Потому что вы никогда этого не делали Исходя из этого, нужно по чуть-чуть Как-то нанести особый контакт с ребенком Это и есть эмоциональный контакт С утра можно поинтересоваться Это самые элементарные вещи Как прошел сегодня твой день Жизнь превыше всего Нужно любить эту жизнь Но я опять же подчеркиваю, что эта любовь Должна, во-первых, исходить от семьи Только когда в семье есть определенная идеология Когда ребенок чувствует эту любовь От родителей, от ближних Когда он понимает, что он любим Как мы учимся своим чувствам Когда мы видим, какая обстановка у нас в семье С какой ответственностью относятся родители К друг другу, к своим детям Естественно, все эти чувства прививаются у нас от семьи Хочу посоветовать абсолютно всем родителям Чтобы они стремились к тому Чтобы быть всегда близко к своим детям Когда ребенок поймет и будет знать, что он идет, допустим, с плохим настроением Что-то произошло Он уже знает, что мама всегда поинтересуется Он уже знает, что он получит определенный совет Он уже знает, что он получит определенную поддержку И вот эти вот азы первые Что такое чувство? Вот эти вот все качества у нас идут с детства И самое главное Поэтому я всегда подчеркиваю Что многое зависит от семьи, от родителей И вот именно эта эмоциональная обстановка в доме Всегда в дальнейшем обосновывается на жизни любого человека Субтитры создавал DimaTorzok